Тяжело, да, водяки? Да, где-то здесь, где-то здесь тяжело, да, погрестись Ох, хорошо В ту сторону сбить Это половина первая, да? Это первая? Ну да, это первая Это первая А потом тоже идти в кушинке Ну да это первая Карпат Карпат Для поздравления. Или вы, конечно, не предполагаете. Это моста подтонут. Как вы там заходите? О, а тут уже подарок. И заявление заполнишь. Всем заявление заполнишь. Три шарики. Раздуваешь. Тут и все-то не должно. Решаем эту задачу. Без привлечения властей. Поэтому на дистанции внимание. Там вы видели на схеме. Руки моста, метро. Посчитать каждый сможет. От берега первая арка, вторая арка. Почему вторая арка? Во второй арке более глубже и меньше водорослей. Первая арка полно. Арку справа или слева? Вижу вторую, третья. Во вторую арку со стороны Днепра. Если вы переплывете не в положенной зоне, вас снесет. Поэтому плывите вдоль этого пляжа и выходите с том батона. К нему надо спокойно приплыть с большим остатком сил. Ваши же вещи. Ваши же вещи. Я буду ждать. Я буду ждать. А это не к течению, не все. Сережа, заверните того. Туда заверните его. А он по берегу продержит. Это Европа, мира. Им же можно не угодить, как пиевским властям. Кстати, мужики... Нюра! Коля! 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 Ена, помаши ручкой, дядя. Помаши ручкой! О, боже! Развернуло! Все ладибасы швили. Ребята, внимание, переход фарватера здесь Туда на красные быки И на, туда на красные быки Бегом перескочил Бегом перескочил Сюда, сюда Цепляйся за бортик За лобку цепляйся Вот здесь братцы и висели Вот здесь братцы и висели Серый, беритесь, виситесь Да, все, идем носить Побежал, побежал, побежал Побежал, побежал Поприветствуем его Паплодисментный товарищ 22-й часа 24-й часа 34-й час, 34-й час 42-й час, 36-й час, 44-й час Сейчас! Пойдем, что ты показываешь. Много приезда у олимпийского чемпиона Сергея Фисенко. Наш переплыв сразу дал ему хорошие заделки. А затем... У нас получилась связка между Новосибирскими и Киевом. Я думаю, что эта связь будет с нами постоянно. Мы постараемся сделать так и все. Большое спасибо и, прежде всего, я хочу сказать главному организатору Игорь Крашенко, что вот таких у людей побольше. Большое спасибо! Ребята, я хочу сказать... Ребята, картина здесь где-то... Бассейн у нас, бассейн строится. Мы вот обязательно эту картину на видное место повесим. Вы будете потом проезжать на все будете смотреть. Да, вот скажите, вот для того мы оставим финишеров, да? Большое место! Недостойно завершил, что он чуть не свернул в школу пароходу по пути. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наконец красный, тёмный, хороший, добрый. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это наш доктор, он нас сегодня вылетит. А также его папа, Владимир Владимирович, где он? Занялся четвертое место в Казахстане 45-44. Вот теперь, может быть, будут ошибочки, подправляйте, ребята. Шитлина Наталья за третье место. Спасибо, что приехали, уважаемые. И так будет обзаданно. Так живет подруга Топалова Вера, в которой мы долго и упорно разручивались. Спасибо, что приехали за второе место в категории. За второе место в категории 45-54, с результатом 58 минут 23 секунды. Шулях Николай. Победитель Непротужинского заплыва. А теперь пошла раздача медалей. В категории 25-34, среди женщин. Спасибо, Пусть Марина. За третье место наш гость из России, которому мы тоже обязаны сохранением наших вещей. СИЗОВ Юрий. СИЗОВ Юрий. А он у нас был первый всегда. Юрий. За второе место в категории 45-44, среди мужчин. Голомоэс Геннадий. Придер Сангульского заплыва 2020 года. Который мечтает в этом году победить Сангуль. За четвертое место в категории 16-24, среди мужчин, занял Цыкунов Денис. За третье место в категории 16-24, с результатом 51-50, Алферов Алексей. За первое место, я считаю, будущий наш патрон наших соревнований. В категории 45-54, среди мужчин, Пронин Евгений, с результатом 48-27. За четвертое место в категории 35-34, среди мужчин, Муравский Леонид. Вау! Это ты первый вообще победитель? В первом такого? Да, нет, стоп. Это раз, это два. Абсолютному победителю нашего первого Киевского заплыва 2020 года. Абсолютно. 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 Это абсолютно рекламная пауза. Я прошу прощения. Отдай футболку. Я прошу прощения. Я ошибся, я обозвал. Ну все, ладно. Обозвал. Так, за второе место в категории 16-24, Грэмбовский Александр Павел. Павел Александрин. Я обязательно не потерю. За второе место в категории 25-34, с результатом 41 минута 32 секунды, Я-Стреполандейский. Это же наш участник, который блистал. Он блистал, да? Блистал, да? Так, блистел что-то. Понятно. Почи как ты. За первое место среди женщин, абсолютной победительницы, Герасима Татьяне, А что с себя снимать? Абсолютного победителя? О! Я не могу абсолютного победителя сгадать! Абсолютно победителя! Абсолютно победителя! Все занимаются вместе шашлыком и так далее! До следующих встреч, ребята! Абсолютно победителя! Я сообщил мой тренер из института Папшев Игорь Юрьевич. В составе мы приехали две девушки, один парень и сам наш тренер. Как вам понравилось здесь участвовать? А что было самое трудное? Понравилось мне здесь очень. Я думаю, в дальнейшем я буду участвовать, на следующий год тоже приеду. А самое трудное было то, это как плыть до моста. Там было течение, против течения пришлось плыть. Как вы думаете, какое вы место? Что? Какое место у вас будет? Ну, главное не то какое место, главное участие. Я рада, что я приняла в этом участие, в этом переплыве. На Украине вы первый раз? Нет, у меня здесь живут родственники, только не в Киеве, а в Донецкой области. У вас клуб есть, существует плавание? Если есть, то какие были проплывы у вас в этом году? В этом году пока не было, в июле будет, 19 июля вроде будет через реку Переплыв. Сами представьте, как вас зовут, имя, фамилия? Меня зовут Топалова Вера. Где вы живете, где учитесь? Живу в Новосибирске, учусь в Сибирском государственном университете путей сообщения. У вас есть там клуб, как он называется? Федерация водных видов спорта. Представьтесь, пожалуйста. Ну, я Селенко Дмитрий Анатольевич. Вы сегодня первым тренировали к финишу, вы раньше занимались плаванием? Занимался, потом занимался триатлоном, ну и сейчас занимаюсь чуть-чуть. Как вы решились принять все следующие соревнования? Ну, узнал, что есть такие соревнования, и решился принять. Я сам из Киева. Меня зовут Игорь Папшев. Мы из Новосибирска приехали с командой Сибирского государственного университета путей сообщения. Откликнулись на приглашение Игоря Кравченко. Мы не могли просто как бы не откликнуться, потому что с Украиной нас связывают большие, очень дружественные, крепкие связи. В свое время Сергей Фисенко к нам приезжал на второй переплыв через Обь. А Игорь Кравченко, Юрий Владимирович Власов и Аня, его дочка, приезжали к нам тоже на переплыв через Обь. И пять километров он плыл, и десять километров. Поэтому, я считаю, то, что сейчас произошло, это на самом деле очень событие знаменательное и будет иметь большое продолжение. Я надеюсь, все-таки, что этот переплыв будет традиционным, так же, как наш, через Обь. У нас уже в этом году десятый переплыв через Обь. И я верю, что ваш переплыв очень интересный. Я думаю, что сюда много людей бы хотели приехать, переплыть. Потому что Днепр переплыть, это даже для любого человека это событие. Мы, конечно, этим гордимся, что мы переплыли через Днепр и будем, приедем, расскажем всем у себя в городе. Это, конечно, будет, и даже для нашего переплыва он еще послужит, я так думаю. Людям будет интересно, что вот в переплыве участвуют теперь не только через Обь плавают, но и через Днепр. Конечно, мы очень хотим, чтобы и к нам переплыв еще с Украины кто-нибудь смог. Ну, может быть, если сможете, кто-нибудь приехал бы в этом году. Потому что наши соревнования, мы уже даже проводим не просто переплыв через Обь. У нас фестиваль «Сибирская волна», который даже включен в календарь всероссийских соревнований. Потому что у нас там и 5 километров, и 10 километров переплыв через Обь. И вот это событие... Нам, конечно, чем легче, я посмотрел по сравнению, чем как в Киеве, что у нас руководство городское идет навстречу. И споркомитет, и городской, и областной, и спасательная служба ГИМС, инспекция по маломерным судам. И, ну, как бы, все журналисты... У нас вот это событие «Переплыв», оно... Все журналисты, все станции, все приезжают на... И причем на первых, как бы, полоса газет, это на первых минутах вот новостей всех по телевидению. Именно говорится о переплыве через Обь. У нас в переплыве в последнее время вот в районе 250 человек участвует. А в этом году, может быть, и больше. Потому что в этом году у нас очень теплая вода. Так что... Надеюсь, ну, наши связи будут крепко.